Слава Иисусу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Прежде чем я начну рассказывать, и сейчас пришло время поговорить о слове пожертвования, потому что Слово Божие говорит, не ходи в дом Божий с пустыми раками. И мы наполняем дом Божий своими жертвами и приношениями. Я хочу прочитать 2 Коринфянам 6.9. Мы знаем, что Сеющий скудно пожинает искудно, и пожинающий с изобилием пожинает с изобилием. Мы много слышали об этом. И если Бог говорит в Своем слове, знаете, это не то же самое, когда кто-то говорит, что Бог мне сказал, тогда ты можешь сомневаться. Но когда что-то Бог говорит в Своем слове, то есть подтверждение в этом. Итак, во 2 Коринфянам 9.6 сказано о пожертвовании. Я хочу сказать спасибо всем тем, которые верны в Своем пожертвовании, и они жертвуют на строительство церкви. Без этого мы бы не смогли ничего сделать. У Господа есть Свои водоемы и Свои источники. И когда мы рассказываем о Своих расходах, то знайте, что у Бога нет другого источника, кроме Тебя. Каждый из вас как водоем. И когда Бог говорит о великих делах, и время от времени я просыпаюсь по ночам и думаю о великом Боге и Его великих делах. И Господь говорит в моем сердце, то, что мы должны сделать. И я думаю, это настолько велико то, что говоришь. Как мы можем это сделать? Для этого нужны такие огромные суммы. И это я не думаю, что эти суммы будут падать на нас с небес. Но это означает, что Господь наполнит тебя, чтобы ты мог жертвовать еще и еще более. Конечно, это не относится к тем, которые смотрят на меня с сомнением. Это не относится к вам. Но тем, которые доверяют и которые двигаются вперед в этой церкви. И так сказано, кто сеет с изобилием, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Очень часто я бываю в разных районах Армении. И время от времени я бываю во время жатвы, а также во временах сеяния. И во время жатвы мы все видим урожаи, наши рынки наполняются всякими продуктами, торговля оживляется. Но все это не было бы. И все то, что ты видишь в магазинах, эти помидоры, огурцы, фрукты, лук и картофель, все наполнено. Но всего этого не было без сеяния. Если бы кто-то в свое время не посеял что-то. И я скажу, сеять сложнее, чем пожинать. Конечно, и оба сложны, оба этих процесса. Потому что сеешь, когда ты сеешь, ты отрываешь от себя, и ты не ощущаешь ничего. Но когда ты пожинаешь, ты это ощущаешь, и это тебе приятно. Однажды я видел, как один человек, он сеял картофель. Сначала они роют в землю, потом кладут это семя. И потом этот картофель, который кладут в почве, он должен умереть, чтобы принести плод. Иначе он не принесет. И вместо одного картофеля рассказывали мне, я сам не специалист. И для меня это люди веры, те, которые сеют картофель. Однажды я в одной деревне помог обрабатывать, когда они защищали от жуков и от других насекомых. Я уже с половины дела хотел сдаться. Но мне было стыдно, потому что я видел дедушку, который шел передо мной. Но потом у меня так болела спина. Потому что ты сильно напрягся. Так же бывает, и я думал, это люди герои. Если бы я посеял сам картошку, я продал бы за 10 тысяч драм. Я бы не продавал так дешево, как они. Я думаю, что это просто благотворительность с их стороны, так дешево продавать. Они в изобилисеяли этот картофель. И я когда спросила, почему, они говорили, мы же не знаем, какой из них принесет плод. Поэтому много нужно сеять. Если бы они скупо сеяли через каждый метр или полтора или два, то во время жатвы, то они не пожинали многое. Но когда они сеяли щедро в эти ямы, которые выкопали, то они щедро и пожинали. И это правило, которое действует в воде. И так же в мире рыб, животных, всегда это действует. Чем больше сеешь, тем больше пожинаешь. И это правило, которое действует и в мире, и в жизни каждого из нас. Что посеешь, то и пожинаешь. Тот, кто сеет щедро, щедро и пожинает. Так же и в воспитании своего ребенка. Есть время сеяния и жатвы. Что ты сеешь, то и пожинаешь. И поэтому, возлюбленные, очень важно сеять все правильное, чтобы пожинать правильное. И так сейчас время пожертвования. И я хочу не просто, чтобы мы как обычно это делали, но чтобы у нас была сверхъестественная вера в свою сейню и в жатву. Я понимаю, что мы живем в Армении. И здесь экономика не так уж процветающая, как в других странах. Но у Господа есть слово. И когда он сказал, чтобы мы построили церковь, это было во время первой волны кризиса. И Господь сказал, построите здание для церкви. И один пастор спросил меня, во время кризиса ты пришел и говоришь, мы должны строить церковь. И все кричат аминь. Например, у нас в Европе, он из Европы, половина бы церкви подошла бы ко мне и сказала бы, знаешь, ты не умеешь рассчитывать. Но я сказал, что мы по-ненормальному сеем. Когда нам Господь говорит, то мы делаем и не раздумываем. Когда Господь нам это сказал, важно, чтобы это Он сказал. И во время кризиса мы построили эту церковь. И это по-человечески абсолютно не было возможно. Было время, когда мы уже останавливались. И мы приходили, и не было ничего. Тут шли строительные работы. И после служения нужно было помыть всю одежду, потому что вся она была испачкана этими стройматериалами. Потому что мы были в строительстве. И в этой пыли и грязи мы поклонялись и служили Господу. Но мы посели щедро и щедро пожнали. И я хотел бы, чтобы ты понял, что ты духовный водоем или колодец для Господа. И Господь хочет наполнить тебя с изобилием, чтобы так же пожинал. И ты начинаешь раздумывать, а откуда придут благословения. Но я не об этом говорю, что естественно, а сверхъестественно. То, что превыше всяких расчетов. Когда ты сегодня посеешь, просто верь. Господь, я верю, что придет моя жатва. Жатва не приходит прямо на следующий день. Слове Божье говорит, что утром сей семье твою и вечером не переставай. Потому что ты не знаешь, что будет лучше. Но когда ты живешь этим, придет день, когда каждый день ты будешь получать жатву. Так же и в молитвенной жизни. У меня был период, когда ты все время молишься, а потом перестаешь молиться. И потом приходит время трудностей, испытаний, тяга. Ты думаешь, это из-за того, что я не молился. А потом приходят хорошие дни. Ты говоришь, это из-за того, что я молился. Если я каждый день молюсь, возможно, сегодня ты в трудностях. Но через некоторое время, я не знаю, как тебе ответит Господь, 3 месяца, 4 месяца, но придет время, когда ты каждый день будешь получать ответы на свои молитвы. Когда ты молишься сегодня. Ты же не молишься о проблемах только за сегодня. Сегодня уже прошел. Сегодня уже прошло. И Бог ответит, завтра, следующий день. Я знаю, что Божье благословение будет в жизни каждого из нас. Скажу вам. Так или иначе, в мире люди нашли, что все сеют. Где-то они в чем-то сеют обязательно. Кто-то Богу, церкви. Чтобы Божье тело продвинулось вперед. Другие на сигареты тратят или на алкоголь, на азартные игры. Кому-то отдают еще. Специалисты говорят, что нету никакого человека, который куда-нибудь не отдавал. Просто он сам не догадывается порой, куда отдает. Я рад, что нахожусь в том месте, где жертвую для Господа. Я пришел к Господу в 90-х годах. В начале самом, в 89-м году приблизительно. Я начала отдавать. И никогда не оскудела моя жатва. И я верю в еще большее, потому что мы всего этого достигнем. Слава Иисусу Христу. Возьми свою жертву в твои руки. Я хочу помолиться. И возьми свои решения в свои руки также. Все, что относится к твоей жертве, к твоей десятины. Будь верным Господу и получишь верность от Господа. Отец Небесный, мы молимся за эту жертву. Ты видишь это сеяние, которое мы делаем. Пожалуйста, открой свои небеса в жизни каждого. Ты видишь наши сердца и наше сеяние. Пожалуйста, пусть мы пожнем в десять, тридцать, сто крат. Каждый из нас. Аминь. Слава Иисусу. Давайте, возлюбленные, соберем пожертвования и посмотрим новости. И после этого я расскажу вам, где я был. И также буду проповедовать сегодняшнее слово. С любовью, возвещаю вам, что с 6 ноября начинается школа для детских лидеров. Для большей информации подходите к информационным столам. Во вторник в 6 часов вечера будет служение лидеров, и будет его проводить пастор Артур Симоньян. И присутствие всех лидеров желательно. Служение золотого поколения будет 12 октября в здании церкви. На радость всей молодежи. Молодежное служение состоится 12 октября в 6 часов вечера в здании церкви. И вечер поклонения и служения будет пятницей 14 октября в 6 часов вечера. Церковные служения состоятся в субботу и воскресенье, 15 октября в 6 часов вечера, и 16 октября в 12 часов. Служение будет проводить наш возлюбленный пастор Артур Симоньян. Пусть эта неделя будет плодотворной и благословенной для каждого из нас. Аминь. Слава Иисусу! Вы почувствовали, что что-то у нас изменилось, и мы больше поклоняемся Господу. Мы должны научиться отдавать Господу не маленькое поклонение, но стремиться к большему, чтобы Божье присутствие было на каждом из нас. И также те, которые впервые здесь, и также я в конце спрошу об этом. Мы раньше звали вас вперед выйти, а сейчас по-другому, чтобы уделить вам большее время и внимания, чтобы лично помолиться за каждого из вас. На втором этаже фойе есть особое место, и те, которые пришли сюда в первый раз, и с тем, с кем вы пришли, пожалуйста, поднимитесь, вас ждет там чай, кофе, и вам расскажут о нас, помолятся за вас, расскажут, что означает покаяние, о Христе вы услышите, и я верю, что вы будете благословены. Мы приходим здесь, чтобы поклоняться и славить Господу больше. Представьте, я здесь стоял, вам понравилось прославление? Давайте поаплодируем им, а не наши герои. И сегодня я стоял и думал, приблизительно 50 минут или час, и ты поклоняешься Господу и молишься, и как будто ты час проводишь вместе с Господом, а потом слушаешь слово, укрепляешься и уходишь утвержденным. И это чудесно. Месяц меня здесь не было. Первые 15 дней у меня был отпуск, и это было большое благословение для меня. Отдыхал с семьей. Причина была в том, что мне исполнилось 50 лет. Слава Иисусу! И это так чудесно, когда ты исполняешься 50, и не поешь грустную песню армянскую о том, что тебе исполнилось 50 лет. И я не грущу по этому поводу. Кто следит за мной по Инстаграму или Фейсбук, у меня такая веселая фотография, фотография такая, что мне исполнилось 50 лет. Конечно, многие достигают 50 лет, и я рассказывала о том, чего я достиг, и чем благословен со все эти годы был. И моя церковь, служение, семья, друзья, все эти достижения у меня есть, и я могу радоваться этому. И поэтому 50 лет – это прекрасная причина радоваться, и скоро вы должны со мной говорить на «вы», потому что мне исполнилось 50. Конечно, я это шучу. Но на самом деле я серьезный человек, и мне нельзя уже больше ошибаться. 50 лет, и это была причина отпуска. Два с половиной года, как мы вместе не отдыхали. Не так, чтобы вместе, просто вообще не отдыхали. У нас были сложные времена. И спасибо вам. Мы просто прослезились от вашей любви, потому что вы собрали дар для нас. И мы наслаждались этим отдыхом, и использовали эти суммы. Спасибо за каждого из вас. И это была тоже часть, необходимая для нашего отпуска. И мы от всего сердца приняли это. Мы не ждали этого. И я уехала из Армении, чтобы никто не взял на себя такой ответственный, что он обязан почему-то что-то мне сделать. Я уехала из Армении. Это было мое желание. Как ты хочешь, чтобы ты провел день рождения? Меня спрашивали. Я хотела просто побыть с моей семьей. И так и было. И, ну, вы меня достигли там. Слава Богу за вас. 15 дней у меня были конференции. 6 конференций. Это были чудесные конференции. И 4 из них проходили в Соединенных Штатах Америки, а 2 из них в Германии. И один день у меня был всего для отдыха. Чудесные конференции. Первая конференция была в Калифорнии. И там 62 нации присутствовали. Из-за всего мира приезжали. И было 5-6 тысяч человек в Калифорнии. И Господь по-особенному благословил. И до меня один пастор из Турции проповедовал. И он говорил. Слава Богу за него. Конечно. И он говорил о Евангелии, что... И он говорил, что Армении и греки были христианами. Но они не проповедовали нам, чтобы мы обратились. А я сидел и думал, а разве вы пустили что? Допустили, чтобы мы проповедовали вам. И тогда я встал после этого и говорил об Араратской земле. И там были и турки из Турции. Я вообще не знаю, кого только там не было. Афганцы были из 6-12 наций. И Господь проговорил, чтобы я говорил о Араратской территории. Что это поле для последнего времени, это Божье поле. И это Армении принадлежит. И мы услышим об этом. И весь народ принимал и аплодировал. И в конце подходили ко мне и спрашивали о чем-то. И это было откровение для них. И в Калифорнии мы привыкли, что мы приезжаем туда и собираем большие народы для конференции. Но на этот раз были конференции молитвенные. И мы думали, а кто придет на молитвенное служение? Потому что там немного молятся. Они думают, что кто-то за них молится и этого достаточно. Но это не так. Они сами должны также молиться. Два дня мы проводили молитвенные конференции. И мы молились от начала и до конца. И я скажу вам одно. На удивление всем пасторам зал был переполнен. Никто не уходил. И все молились. И потом было еще служение с армянами. А потом с американцами. И в российских церквях я проповедовал. И все придавали приветствие. И я так радовался, что Евангелие вышло из Армении. И путешествует по всему миру. И говорит то слово людям, которые им нужны. И они благодарят меня за это. В Германии там были две немецкие церкви. Нерусские, армянские. И были большие служения, конференции. После Соединенных Штатов я был в Германии. Вы знаете, тот, кто был, знает, как это сложно. Эти временные пояса, они различаются очень сильно. А потом я приехал в Армению и там служил. Господь дает силу, чтобы служить Ему. И мы верим, что не только в этот период времени, но и в течение этих 10 лет, сколько новых церквей было создано. Йонг Кичо проповедовал, что нашей церкви будет 50 тысяч человек. И я думал, аминь. Но люди же уезжают из Армении. Конечно, церковь пополняется, но люди уезжают. И потом едешь по всему миру и во всех церквях видишь наших людей. Но и сюда прибывают новые члены. И это такая обновленная церковь. И Господь сказал, это твое служение, что где бы ты начал, будет возрастать церкви. И это так и происходит. Возрастают и укрепляются. И мы верим, что в каждой территории по всему миру будут подниматься новые сильные церкви. Я покажу вам фотографии, какую работу мы делали, сколько церквей новых было создано. Сейчас мы здесь. И на самом деле, слава Господу! Я не принес фотографии из залов, чтобы показать, потому что всегда это то же самое. Залы наполнены людьми, которые прославляют Бога. Давайте поговорим о Слове Божьем, о чем я должен сегодня поговорить. Прежде поаплодируем Господу за все. Слава тебе, Господь Иисус! Мы приветствуем всех вас, те, которые здесь впервые. Пожалуйста, поднимите ваши руки, если вы тут в первый раз. Я вижу руки поднятые. Мы приветствуем вас. А кто из другой страны сюда приехал, пожалуйста, поднимите руки тоже. Пусть Господь благословит вас. Я не буду спрашивать из каких стран. Пусть Божье благословение будет на каждом из вас. Есть ли люди, которые из Армении? Так чудесно, что вы приходите сюда. Мы приветствуем всех тех, которые смотрят нас по интернету. И пусть Божье благословение будет на каждом из вас. И вы получите прекрасное слово. Я верю в это. Сегодняшнее слово изменит твою жизнь. И ты многое поймешь в своей жизни. Я заглавил так. Непровозглашенные герои. Потому что есть герои, которые известны. И они сделали какие-то подвиги. И весь мир или вся страна знает о нем. Но я думаю, что в каждом человеке живет герой. И каждый человек в чем-то герой. И думая о героях. Например, в Библии очень много написано о героях. Но, к сожалению, в Армении, в армянской Библии написано мужем божьим будь, а не героем. Но в других переводах написано будь героем. Очень много написано о героях и подвигах. Как вы думаете, геройство. Вот человек-герой. Есть ли такая формула или какое-то требование определенное, что ты должен сделать, как поступить, чтобы стать героем? Почувствовали вы, что герои очень часто, герои становятся на поле битвы. Люди, которые жертвуют своей жизнью, обязательно умирают и становятся героями. Иногда некоторым везет, что они и при жизни получают это название героя. Разве это правильно? Разве это правильно, что герои рождаются только на поле битвы? По-моему. Сегодня в каждом доме есть стиральная машина. Каждый пусть поднимет свою руку. А кто благословен этой стиральной машиной? Я, например, помню из фильмов «Старый мир». Я не видел, не помню, есть такое стихотворение. Но в фильмах я видел, как женщины, они стирали в реке, и они били это белье. Но посмотрите, как все изменилось, какая новая техника есть. И наша армянская женщина, она женщина, она была в Соединенных Штатах, и она попыталась помыть шерсть там. И ее забрали в сумасшедший дом. На самом деле такое было, скорая помощь приехала, потому что они не поняли, чем она занимается. Потому что одна американка позвонила, говорит, что какая-то женщина бьет шерсть. И эта женщина не могла объяснить полицейским, что она делает. Вот посмотрите, как развивается техника. И скоро нам не нужно будет бить эту шерсть. И тот человек, который придумал стиральную машину, чем-то благословил каждую женщину и каждого мужчину. Потому что он не сдался на полпути, но он достиг намеченности цели. И люди, они могут быть благословенными и не уставать, но нажимать какие-то кнопки и отдыхать. Мы не называем таких людей героями. Мы называем физики, мыслителей. Но что же геройство на самом деле? И сегодня я хочу немного раскрыть эту тему и сказать, как можно стать героем. Итак, я хочу привести пример нескольких членов нашей церкви. Возможно, они здесь сейчас и даже не знают, что мы их покажем. Посмотрите, этот человек, которого вы все знаете, это наш брат Ливон. Пожалуйста, если ты тут, встань, пожалуйста. Пусть Господь благословит тебя. Ему 88 лет. У нас есть молодежь, и когда мы спрашиваем у них, почему не приходишь в церковь, говорит, у меня нет времени, устаёт. Но этот человек более 20 лет посещает церкви. Если кто-то его не знает, лицо просто, он не из нашей церкви. Более 20 лет. Нет такого воскресения, чтобы он не присутствовал в церкви и чтобы не благословил невесту Иисуса Христа церковь своим присутствием. Разве он не герой? Я думаю, что брат Ливон, ты тот непровозглашённый герой, которого мы сегодня провозгласили. И рядом сестра чудесная. Она также герой, ей 80 лет. Вот она. Сестра Акуар, пожалуйста, встаньте, чтобы мы увидели твитого, что поаплодируем ей. 80 лет. И у неё больные ноги. И она не так, что она может просто скакать и прыгать, но они никогда не опаздывают. С помощью палки они приходят. Бог благословит тебя обильно, потому что ты герой. Если скажут, кто твой герой, я скажу, вот эти люди. Я могу очень многих людей показать. Если каждого покажу, вы представьте, сколько времени идёт. Вот эта группа женщин. Когда мы ходим, вы видели, что наша церковь, наши туалеты и наш офис всегда чистый. И это та команда. Они убирают всё за нами. И я взял бы 100 человек, чтобы они этот большой зал почистили. Но как эта маленькая команда может так прекрасно убираться, чтобы всё везде было чисто. Слава Господу за них. Некоторые из них были вчера. Но те, кто сегодня, пожалуйста, встаньте. Кто здесь? Только двое тут. Слава Господу за них. Вы, те, кто содержит нашу церковь в чистоте. И у вас есть характер Божий. И ещё группа людей, которые на самом деле герои. Это те непровозглашённые герои нашей церкви. Потому что в самой сложной ситуации они жертвуют. Они жертвуют. Даже если у них нет денег, они всегда жертвуют. В любой сложной экономической ситуации. И они приходят и участвуют в служениях. Знаешь, возможно, у них бывают сотни причин, чтобы не приходить сюда. И они могли бы смотреть по интернету. Но знаешь, что невеста церковь нуждается именно в твоём присутствии. И это те люди, которые всегда приходят и наполняют церковь. И они вернутся в служение, в молитве, в вере, в слове и в чтении. И это наша церковь. И все вы герои. Слава Господу за каждого из вас. Да, мы можем поаплодировать каждый. Всем нам. Итак, мы закончим с фотографиями. И я хочу прочитать вам. Первое Тимофею. Первая глава 1.19. Повернусь соседу прежде и скажи, ты герой. Есть люди, которые с двух сторон говорят, что ты герой, а он вот так прямо стоит. Видимо, он с таким большим сомнением ко всему этому относится. Скоро ты поймёшь, в чём твоё геройство. Итак, 1 Тимофею 1.19. Имею веру и добрую совесть, которой нет, которые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Итак, я бы не хотел, чтобы кто-нибудь из вас потерпел кораблекрушение, то есть пал бы. Возможно, чтобы человек упал в вере и всё бы потерял. Ответ. Возможно. Потому что здесь написано, что ты никогда не потерпишь кораблекрушение в вере, если будешь соблюдать кое-что. Итак, здесь написано, что именно? Имея веру и добрую совесть, которую отвергли. Что отвергли? Веру и добрую совесть. Знаешь, часто эта жизнь заставляет нас, чтобы мы отвергли веру и добрую совесть. Думая, что такова жизнь. Но ты не должен меняться в Иисусе Христе. Я не говорю о грехах. В вере мы должны возрастать. Но я хочу сказать, что твой Бог тот же. Не нужно отвергать добрую совесть. И не нужно оставлять веру. И думать, всё равно не действует. Я же пробовал. Но ты вспомни, когда-то это действовало. И не отвергай свою, не оставляй свою веру. Возлюбленный, что-то у нас может не получиться, но может нужно просто время. А ты скажешь, у кого-то получается, а у меня нет. Нет, я скажу вам одно. Я люблю быть искренним. Годы назад я время от времени учил тему, которая называлась «Божий характер». Которая так называлась. И знаете, сейчас я не могу вам давать эту тему. Потому что я не знаю. Я не думаю, что есть человек, который полностью познал Божий характер. Возможно, есть такие люди, которые проповедуют. Но не я. Я поняла одно. Что Бог велик и творит всё, что хочет. И мы не можем понять. Когда мы понимаем последствия, мы говорим «Слава тебе, что ты так поступил». Мы не можем понять. Например, кто помнит Филиппа, который был восхищен. Если ты читал Библию, то ты помнишь этот пример. Если кто-то не помнит, то я расскажу, что в Диане написано, что он был восхищен где-то приблизительно на тысячи километров. Отнесён. Может, немного больше, меньше, но был восхищен. Потом он поговорил с кем-то, с Евнухом, привёл его к покаянию, крестил и снова был восхищен. И был поставлен на прежнее место. Если бы мне дали такую возможность, как это чудесно. После проповеди я сразу восхищаюсь Европу, потом в Америку, а потом в Москву. А ночью сплю у себя дома. Больше никаких проблем. Если бы ещё по дороге один гардероб, чтобы переодеться. Но нету такой возможности. Это было в Диане. Мы можем сказать, что это было 2000 лет назад. Но в то же время апостол Павел что делал, чтобы пройти этот путь? Он проходит через трудности, гонения, побои, бури. И тот же путь он проходит, чтобы достичь этого пути. И ты думаешь, что это было в то же время, почему один был восхищен, а другой проходил ужасные трудности. То же самое касается исцеления. Кто-то просто так моментально исцеляется, а другой нет. Так же и благословение. Кто-то проходит серьёзный путь, трудный путь. Как же научить людям Божий характер в этом случае? Он Бог и творит всё, что хочет. Самое важное, чтобы мы оказались верными, чтобы когда Он пришёл, Он недалёко от нас, Он сделал бы своё дело. И не важно, сразу или с течением времени, но самое важное, что Он сделает. Аллилуйя. В деяниях, когда мы видим, что Петра освободили ангелы, а вдруг всех охранников убили из-за Петра. А во время Петра все они покаялись. Разве невозможно, чтобы то же самое было и там? Не знаю. Я не знаю, почему так происходит. Но я знаю одно, что сейчас я живу, здесь я. И вот такова реальность, которая есть на сей момент. Но первая церковь и последняя, которой мы, мы не должны терять веру и добрую совесть, чтобы не потерпеть кораблекрушение в вере. Кто-то может сказать аминь? И поэтому, возлюбленные, нам нужно иметь геройский характер, укреплять, развивать это в себе. Будь то в Библии или как хочет заставить упасть верующего человека. Никогда дьявол не сможет разрушить тебя таким образом, чтобы доказать тебе, что нет Бога. Он этого сделать не может. Также дьявол не сможет тебе сказать, что Бог не может. И это он не может сделать. Не может также сказать, что слово не действует. Знаешь, что он делает? Он не Бога, как бы, клевещет на Бога, а скорее тебя. И ты становишься жертвой. Знаете, что каждый, кто находится сейчас в позиции жертвы, если ты не останешься, следующая твоя позиция – герой. Шаг вперед, и ты герой. На самом деле герой. Также мы можем думать. Господь Бог, нету финансов, и нету денег для детей. И почему со мной все это случилось? Почему эта болезнь пришла? Почему все это случилось со мной? Господь, я же любил. И ты меняешь свою позицию на жертву. Но если именно в этот момент ты скажешь «все, что было, то и было», я понял, что не всегда нужно спрашивать у Господа, почему так получилось, потому что дьявол тут как тут, чтобы ответить по-своему. Но ты говоришь «будь, что будет, все, что было, уже свершилось». Я иду вперед, и тогда тут же ты становишься героем. Одна сестра в нашей церкви не приходила на служение. Я ей говорю «почему?» Она говорит «у меня спина болит, мне сложно проходить такой путь». Это позиция жертвы. Почему я нахожусь в такой ситуации? Я вижу не веру. Жертва говорит. Знаете в чем вера? «Завтра будет хорошо. Завтра будет хорошо. Я приду, я палачу, я возьму. Я получу у Господа, потому что Бог отвечает на веру». Два дня назад я находился на одной из центральных улиц города Еревана. Знаете, как она выходит против тебя? Вот посмотрите так. И ты сразу понимаешь, что просит деньги. Я так не смогу просто изобразить ее лицо. Но полностью отражает лицо жертвы. Как будто грехи всей Армении на ней повешены. И она в самом худшем экономическом кризисе. И сразу видит такое лицо пред собой. Ты сразу протягиваешь руки к карману, чтобы достать деньги. И в нашей церкви бывают такие люди, когда после проповеди ты видишь их лица и понимаешь, что абсолютно нет веры. И ты хочешь дать им денег. Но знаете, эти люди могут сказать, сложно, нужны деньги. Но всем нужны деньги. Но ты представь, если ты дашь таким людям день, то они не меняют выражение лица. Они говорят, пусть Господь будет охранять твоих детей. Я говорю, да, хорошо, пусть. Когда я проходил по улице, потом я дал этой женщине денег. И снова она вышла передо мной. Я снова дала. И потом она встретилась с ней в третий раз. И когда она снова просила денег, я говорю, я уже тебе дал два раза. Она говорит, ну ладно, ты свободен. Спасибо, дорогая, что ты позволила мне идти свободно. Это, знаете, выражение лица жертвы. Никогда она не сможет стать героем. Я посмотрел, сколько людей ей дали денег. И все эти люди, которые приходят сюда и жертвуют, наверное, не получают столько денег, сколько она имеет каждый день. Просто люди привыкли давать деньги не героям, но жертвам. Я хочу, чтобы что-то поменялось в моей жизни, и чтобы я научился отдавать героям и продвигать этих героев вперед. Каждая жертва может стать героем, если не останется в своей прежней позиции. Иисус кем был? Жертвой или героем? Божье слово говорит, что и жертвой. И он был жертвой в наших глазах, но не в своих. На кресте он видел наше спасение, что мы вместе будем на небесах. И он говорил, сложно, но я спущусь в ад и разрушу тела дьявола. На кресте он был героем. И я верю, что каждый из нас должен стать таким. Слава Иисусу! Аллилуйя! Знаете, кто помнит царицу Исфирь? Кто читал Библию, тот точно помнит ее. Однажды я проповедовала царе Давиде, как он убил Голиафа. И один человек подошел и говорит, я знаю жизнь Давида Сосунского, но я не помню никакого Голиафа там не было. И так я скажу вам, что это не тот Давид, которого вы знаете, эпический герой Армении. Конечно, он был тоже героем, но это библейский Давид. Поэтому я спрашиваю, кто знает царицу Исфирь. Итак, эта царица, если вы читали Библию, знаете, что написано о ней? Что она росла без родителей. Так написано в Библии. У нее не было родителей. И дядя воспитывал ее, она была сиротой. А потом ей повезло. Пригласили ее на кастинг по нынешним меркам. И чтобы выбрать царицу. И она была избрана, она была выбрана царицей. И она принимала ванны. Она победила. Я скажу, что женщина, послушайте, она победила своей женственностью. Она принимала ванны и благоухала. Она была красива. Я не говорю от себя, но и так написано в Библии. И однажды, когда она уже хотела наслаждаться этой новой позицией царицы, все хорошо, и бедность, нищета, проблемы позади. Она прекрасная царица благоухает и получает вдруг письмо. Что Амам хочет уничтожить всю нацию, тебя в том числе. Как вы думаете, если стала жертвой и стала плакать, недостаточно было того, что я сиротой? Как только мне повезло, сразу пришла трагедия в мою жизнь. Разве она так поступила? Она стала жертвой? Разве? Пожалуйста, исследуйте Библию. Вы видите, что все победители, начиная с Авраама и до апостолов, никто не становился в позиции жертвы. Победителей не бывает в позиции жертвы. И дьявол хочет, чтобы ты оставался в позиции жертвы. Всех получится, но только не у тебя. Этому повезло. А мне нет. Не оставайся в этом. Но скажи, я буду жить верой. Мое тело двигается. Значит, все у меня будет прекрасно. Итак, царица Эсфирь вместо... И я думаю, что Мардахей, который был дядей Эсфири, я думаю, образ прекрасного пастора. Я не скажу, что ты еврейка, только ты спасись. Нет, Мардахей сказал, если ты там, в правительстве, то ты для этого времени призвана, иди и скажи царю. И это прекрасное пастырское воспитание. И она решила, поститесь за меня. Если мне умереть, то умру. И она стала героиней. Слава Иисусу! Иов не остался позиции жертвы. Все, что бы с ней не случилось, она сказала, я буду поклоняться Господу. Стефан взяли камни, чтобы бросить на него. И он не стал плакать. Всю жизнь я верил. Я кормил людей. И не мог бы ты защитить меня от них. И он сказал, Господь, прости им, потому что не понимает, что творят. И не понимает, что делают. И он стал героем. Иисус Христос на кресте. Он не сказал, я кормил, я исцелял. Зачем они меня распинают? Он сказал, совершилось. Свершилось. Слава Иисусу Христу. Так что, первая церковь. Их бросали в львиный ров. И их съедали львы. Но они не стали жертвами. Поэтому перестань жалеть себя. У тебя есть вечная жизнь. И это временные проблемы. Не жалей себя. Имей веру. И не теряй эту веру. Ты должен стать победителем в Иисусе Христе. в каждой сфере своей жизни. Аллилуйя. Если ты согласен со мной, поверни соседу и скажи, он прав. А если ты думаешь, что я не прав, но это твое дело так думать. И в Фейсбуке я пишу статусы. И меня спрашивают, почему твой Фейсбук не открыт, чтобы тебе писали письма? Может, кто-то не согласен? Я говорю, что в Фейсбуке это не для того, чтобы я утвердился, я прав или нет. Я пишу. Кто согласен со мной, пусть слушает. Кто не хочет, пусть не слушает. Знаешь, современная журналистика этого не требует, говорят. Но я далек от современной журналистики. Я человек деяния апостолов. Я сказал и иду дальше. Несколько дней тому назад Лиза Бивер мне написала. И я проснулся, и она получила пророческое слово. Ночью она молилась, и Бог показал. Конечно, первая часть я относилась к моей личной жизни. И она писала, что Джон и я, мы должны объединиться для великих дел божьих. Но я об этом не буду читать. Я буду читать то, что она писала об Армении. Я хочу это прочитать. Пожалуйста, слушайте. Это пророчество Лизы Бивер. 29 сентября 2016 года. Время пришло изменить мышление армянского народа от жертвы до победителя. Есть причина, почему враг решил уничтожить Армению. Армения здесь, чтобы прославить Господа. И имя Христа сделать известным по всей земле. Я вырос в этой стране. И всегда у нас это синдром жертвы. И когда я прочитала это пророчество, я понял, что это правильное пророчество. Конечно, больше миллиона людей погибло во время геноцида. Но для меня они не жертвы, они герои. Потому что если бы они отказались от своей христианской веры, то их бы жизни сохранились. Но они сохранили свою веру. И сегодня это люди, которые погибли за веру. И когда ты читаешь их имена, в мусульманском мире погибает много людей. И однажды я видел статью, что 60% тех, которые погибли от руки мусульман за свою веру, это армяне. И я горжусь тем, что мы принадлежим к той нации, которая умирает за свою веру. И я горжусь этой нацией. Мы не жертва. И с этого дня я хочу поменять свое мышление, что мы были жертвами. Я хочу провозгласить, что я принадлежу к геройской нации. И слава Иисусу Христу. И кто-то может сказать, что армяне опять говорят о самих себе. А о ком еще? Если пророчества относятся к нашей нации, к нашему народу, возлюбленные, что-то внутри нас должно поменяться, в нашем доме, в нашей жизни, в нашей земле, в церкви. Кто согласен со мной, что он должен измениться? Что нам нужно? И я буду говорить об этом. Нам нужно обновление. Нам нужно это обновление. С нами все хорошо. Просто нужно обновление. Наше мышление должно меняться. Вы помните ту притчу, когда два человека поехали в Африку, чтобы продать обувь? И оба вернулись и сказали. И один сказал, моя обувь никогда не продастся, потому что все там ходят босиком. А второй сказал, вся моя обувь может там продастся, потому что там все ходят босиком. Один увидел возможность, а другой, что его обувь не продастся. Наше мышление должно поменяться, измениться, что в твоей жизни все хорошо. Просто есть несколько вещей, которые нужно изменить. Например, в доме. Если у тебя капает кран, то нужно поменять только кран, не нужно менять кровать. Так и в нашей жизни. Возможно, что мы думаем, что всю жизнь нужно поменять. Нет, возможно, что-то не так, и это что-то нужно поменять. Ты представь, благословляют тебя квартирой, и ты входишь в эту квартиру. Все плохо. Если хочешь, вы читали такое государственное состояние, такое понятие, вы сталкивались. Если ты хочешь понять состояние своего государства, то читайте квартиру, которая оценивается как в государственном состоянии. И тогда вы поймете, что это такое вообще. Однажды я прочитал, что сдается квартира для моего знаком. Там написано было в государственном состоянии. И когда я туда вошел, это были руины в ванной. Я даже не могу описать тот цвет, который там было, какого цвета были плиты, которым была выложена эта ванная. коричневый цвет или еще какой-то другой непонятный. И полностью все разрушено. Я не знаю, как будто когда волна пронеслась по этой ванной, и все разбито, и несколько кафелей осталось. Трап. Зловоние там стояло ужасное. И говорит, нужно все время туда воду сливать, чтобы так не воняло. А ванная желтого цвета, все покрыто ржавчиной. Как вам еще? Объясните, я не знаю. Туалет. Если садится кто-то, начинает раскачиваться на этом унитазе. Кухня полностью все расплылась просто в жире. А комнаты все были в разрухе, и паркет торчал изо всех сторон. Это называется государственное состояние. И я говорю, почему так называется? Разве наше государство в таком состоянии находится? Представьте, если бы вы прочитали квартиру в государственном состоянии, то ты вошел и подумал, разве наше государство такое чудесное? И так тебе подарили такой дом. И ты думаешь, это проклятие. Нет. Можно сказать, это чудесное. Квартиру просто нужно отремонтировать. Кто согласен со мной? осталось только отремонтировать. Чудесная страна просто нужно обновить. Чудесная церковь осталась обновить. Чудесный ты человек, осталось обновиться. Возможно, жизнь твоя время от времени становится подобно той квартире. Что-то отлетает, что-то уходит, и ты начинаешь уставать, разочаровываться. И ты хочешь от себя самого убежать, и начинаешь валить с больной головы на здоровую. но посмотри на себя в зеркало и скажи, ты чудесный человек, тебе осталось только обновиться. И мы имеем магазин, необходимый для обновления. Было бы ужасно, если бы не было магазина обновления. И, знаете, Зара выбрала это место. Исайя 40, 31. Итак, что нужно? Знаете, что написано? Зара не это место читала, но я прочитаю и то место, которое она прочитала. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это относится к тебе. Кто тут, который надеется на Господа? «В конце я помолюсь за то, чтобы ваша вера восстановилась». «Надеющиеся на Господа обновятся в чем? В силе». Здесь не говорится о физической силе. Возлюбленные, невозможно, чтобы ты встал у штанги. Господь, если я стою у этой штанги, возможно, есть один брат, который поднял бы, но не каждый из нас это может. «Господь, ты сказал, что ты обновишь мою силу, я подниму эту штангу. Я, например, не смогу, я сам останусь под этой штангой». Это не относится к физической силе, а к духовной, которая наиболее важна, намного более важна, чем физическая сила. И здесь написано «Надеющиеся на Господи, я нуждаюсь в силе, я нуждаюсь в свежести». Кто понимает в компьютере, я нуждаюсь в этом рестарте. Кто понимает в телефонах, я нуждаюсь в этом обновлении. Но те, которые надеются на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья. Не Господь их поднимет. Написано, что они сами поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. И это написано о нас. Если мы обновимся, то все будет хорошо с нами. Следующее место. Псалом 103. Псалом 102 русский. Обновляется подобно орлу юность твоя. Насыщает благами желание твое. Это пятый стих 102-го псалма. Написано, насыщает благами желание твое. Обновляется подобно орлу юность твоя. Вы знаете, что все наши проблемы начинаются с нашего младенческого возраста. В армянском переводе здесь написано обновиться младенчество твое. Когда я говорил с одной женщиной, девушкой, и я говорил ей, что ты достигнешь всего. Она говорит, мне очень трудно, потому что ее мама учила, что только ты научишь стирать, готовить, и этого тебе достаточно. Больше тебе ничего не нужно. Это было неправильное воспитание. Вот поэтому нужно обновиться в своей, в своем детстве. Вы знаете, что все наши теперешние, нынешние проблемы приходят с нашего детства. И поэтому Господь говорит, что обновиться подобно орлу тот характер, который удерживает тебя от победы. и здесь написано «Насыщает благами желание твое». Послушайте, что нужно, чтобы твой желудок насытился? Еда, и все знают адепта. Время от времени те, которые здесь сидят, и я в том числе, мы кушаем что-то, и чувство голода. каждый переносит по-своему. Кто-то злится, кто-то становится очень агрессивным и просто нападает на еду. Есть те, которым становится плохо и даже засыпают. Каждый по-своему переносит голод. Но в основном эти все чувствования, чувства эти отрицательные. Мой брат верующий, он говорит, Артур, не удивляйся, когда мне говорят, что во время присутствия, во время поста приходит присутствие Божьей, я удивляюсь, потому что во время поста от меня вообще все уходит. А потом, когда ты кушаешь, есть люди, которые хотят уснуть, отдохнуть, ни с кем не общаться. И оказывается, что и не то очень хорошо, и не другое. Однажды я так плотно пообедал, и мне стало как-то не по себе. Я думаю, раньше у меня был план что-то сделать, приготовить, съесть, а сейчас все это ушло. Но мы понимаем, что в нормальных пределах мы должны питаться, и чтобы насытиться. И сегодня люди борются за то, чтобы быть насыщенными. Это ясно. А как насытить голод сердца? Одна девушка пошла к психологу и говорит, я пусто, я одиноко, я закрыто. И психолог спрашивает, а что ты чувствуешь? Рассказывай. Говорит, ничего, мне просто пусто, пусто внутри. У меня есть все, но я в пустоте. И психолог что говорит? Я советую идти в ночные клубы, немного выпей и утром почувствуй, что все изменилось. Возможно, так. Что-то изменится по утрам, настроение какое-то появится, но поймите, что пустое сердце этим не может быть на пустое сердце приносит разочарование, депрессию и разные другие отрицательные вещи. Только Библия имеет ответ, как просто наполнить опустошенное сердце. Бог сердцевидец. И ты скажешь мне, очень сложно, я так одинок. Я скажу тебе, посмотрите, насыщает благами желание твое. Скажите, пожалуйста, насыщает сердце мое в армянском переводе благом или благостью. Итак, секрет открыт здесь. Никто не знает, 90% ожидает, кто же будет добр по отношению к тебе. Но если ты знаешь, кто-то будет добр по отношению к тебе и все время будет отдавать, ты не насытишься. Библия говорит, отдавать лучше, чем брать. После того, как ты отдал, сердце насыщает благами. 92-й год шел. Я встретился с Лестером Самбролом, и я так рад, что с ним встретился. Сейчас он на небесах. Я рад, что имел эту возможность встречаться с ним. Я рассказал, какая у нас плохая ситуация. Помните, самые тяжелые времена в Армении не было, ни надежды, ни света. И он говорит, я хочу помочь вам. И он послал самолет Геркулес, наполненный всякой едой. Я вместе с Эдиком принимали это. Приблизительно 17 тонн еды. И наша церковь не могла все съесть, потому что нас было всего 300-400 человек, мы всем раздали. Раздали другим церквям и государству также. Нам было хорошо. И когда приезжали в нашу церковь на автомобилях и забирали, нам было очень хорошо. Потому что та доброта, которую ты делаешь, это насытит твое сердце. Потом Лестер Самбрелл спросил, ну как, я говорю, прекрасно. И он говорит, я хочу снова послать. Я сказал, возлюбленный Лестер, не посылай больше нам. Я не хотел, чтобы наша церковь привыкала к такой помощи, потому что наше сердце таким образом не было бы наполнено. Многие могут свидетельствовать, что мы собирались в маленьком зале молодежного, молодежной дворца молодежи. Наоборот, мы решили собрать денег для того, чтобы помочь голодной Африке. И представляете, церковь, где голодные люди собрались, но кто-то принес золотые сережки, кто-то сумму. Возможно, была... Это очень маленькая сумма. Мы отдали Лестер Самбрилу и сказали, пожалуйста, отдайте это Африке. И Лестер взял и сказал, ты думаешь, как я, я бы так же поступил. И мы были так благословенны, потому что мы стали даятелями, и Бог насытил наши сердца, и наши сердца наполнились. Кроме того, что мы помогаем Армении, мы помогали России, Кубе, Африке, и это еще половина наших дел. Многим мы помогали, церквям помогали, деятельности этих церквей, и до сих пор продолжаем. И я верю, что наше сердце наполнено, потому что только доброта может наполнить твое сердце, насытить его. И наша церковь не стала тем, кто все время получает нудоятелем. Сегодня я собирал пожертвования, я говорила о пожертвования и собирал, и наше сердце наполнялось, потому что доброта наполняет сердце. Если хочешь, чтобы твое сердце не голодало, а кто хочет этого, делай добро. Делай добро, вне зависимости от всего. Как правильно ты проповедуешь, пусть подойдут и сделают добро по отношению ко мне. Нет, ты сделай. Одна женщина подошла и говорит, так плохо все, у нас только вермишель. Я понимаю, в еде я скажу, вермишель это не так уж плохо. я могу сказать, насколько калорийна такая пища. И я скажу, что сейчас время, что твой ребенок не умирает от голода. Воздай славу Господу за это. Очень часто такие дети становятся более удачливы в жизни, чем те, которые выросли в богатстве. И я расскажу о таких детях, которые кушали вермишель в детстве, но они стали победителями, богатыми людьми. делай себя жертву. И не говори, мы такие бедненькие, несчастные, кушаем эту вермишель. Но ты скажи слава Господу, что дети кушают калорийную пищу. И я могу даже поделиться с другими. И завтра все будет хорошо. А мы думаем, кто сделает для нас что-то. Мы должны сделать. Мы должны что-то сделать. Доброта наполняет твое сердце. Будьте добрыми по отношению к соседям, рядом с которым вы проходите по жизни. Мы призваны любить любого человека. И не важно, он грешный человек или нет. Мы призваны, чтобы делать доброту. Если можешь, сделай. Если нет, пожалуйста, не тревожи этого человека. Ты что-то получаешь сегодня. Итак, читаем Псалом 102. Это я прочитала уже, сейчас читаю римлянам 12 главу. И не сообразуйте с веком си, но преобразуйте с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Снова читаю. Не сообразуйтесь веком си, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Скажи благая, угодная, совершенная. Слово Божья говорит, что этот мир не уподобляйся, не сообразуйся с веком си, с этим миром это не относится к прическе. Некоторые говорят, одеваются как совершенно мирской человек. А что это такое? Я так устал что-то доказывать. И говорят, одеваются как мирской человек. Я вижу, показывают фотографию такой девушки, которая одета по их понятиям в мирском стиле. И я скажу тебе, возможно, это твое воспитание говорит тебе, что это мирская одежда. Может, это просто она красиво оделась. Давайте не смотреть только на внешний вид. Не будьте религиозны. И эти ложные анализы не нужно проводить. Возможно, просто потому, что человек одет не по твоему вкусу. Оставьте людей в покое, чтобы они жили по-своему. Библии не говорят о том, как исправлять других людей, как заставить их одеваться. Не уподобляйтесь этому миру. И здесь не сказано, не уподобляйтесь этому миру. Имеется в виду не прически или одежда, но стиль жизни этого мира, который не уповает на Бога, но что-то другое. И они живут в грехах, они не молятся и не обновляются. Вот что имеет в виду Библию. Как обновляться? Приведу пример из своей жизни. Если я минимум не помолюсь полчаса, я не буду обновляться. Если я скажу обновись, и человек, как ты думаешь, он обновится? Да, на воскресном служении он кое-что получит, но этого мало, недостаточно. Как минимум, я читаю 8 глав из Библии. Возможно, тебе нужно меньше, но я же пастырь, нужно читать больше. Минимум я читаю 8 глав и молюсь полчаса. И я обновляюсь. Даже ночью я читаю, ничего не получаю, и вдруг что-то со мной происходит, когда я читаю один стих, и это обновляет меня полностью. Когда мы слушаем проповеди, обновляемся, ты включаешь YouTube, не включи проповеди, Лестер Сабрала, например, послушай и обновляйся. Молитвами мы обновляемся, когда ходим в церковь, и так наша жизнь обновляется. Я не могу сказать, что тот человек, который молится, посещает церковь, читает, прославляет Господа, я не могу назвать такого человека мирским. Это обновленный человек, который стремится все более и более обновляться. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Слово говорит обновляйтесь. Пусть выйдет уже группа прославлений, я прочитаю еще два места, и мы будем очень серьезно молиться. Я буду сегодня помолюсь за вас, чтобы вместо жертвы ты стал героем и победителем. Просто попытайся понять в себе, где ты видишь в себе жертву и изменись. Второе Коринфина 4,16 Посему мы не унываем или в армянском переводе не ослабеваем. Петр писал, что если оказался слабым в день бедствия, то бедна сила твоя. И здесь написано, что мы не унываем или не ослабеваем. Но если внешне наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется. Здесь написано со дня на день. Скажи со дня на день. Внешний человек возможно появляются морщины на нем и он как-то истлевает и больше не имеет прежний вид. Но скажу вам точно внутренний человек каждый день со дня на день и за дня день. Я показал брата, которому 88 лет возможно кто-то в церкви кому еще больше, но его внутренний человек каждый день обновляется. Скажу вам еще другую историю. Я рассказывала о государственном состоянии. А вы бывали в дворах, где государственное состояние, подъездах, все разрушено, сломлено, и лестницы разбиты все, грязные стены. и ты подходишь к одной двери, там красивая дверь, и ты входишь прям не дома палатой, красивый ремонт, и мы похожи на это. Внешний наш человек, он не тот вид имеет, но написано, что наш внутренний человек обновляется изо дня на день. Что-то меняется каждый день в нас. И мы становимся совершенными и таким образом мы должны стремиться к этому обновлению. Последнее место, которое я хочу вам прочитать, это Колоссянам 3.10. Облегшись в нового человека, который обновляется по знанию, по образу создавшего его. Что такое обликация? Вот у меня на мне одежда сейчас. Если я это сниму, посмотрите, я сейчас по-другому выгляжу полностью. Знаете, что такое обликаться или одеваться? А сейчас я поменяюсь. Я изменю свой внешний облик. Здесь не написано, что Бог тебя оденет во что-то. Ты идешь и вдруг становишься святым. Нет, написано, что ты должен сделать какие-то условия, чтобы облечься в этого нового человека. Если ты не заставишь себя молиться, не думай, что ангелы тебя возьмут за руки и заставят. И ты скажешь, пришло Божье присутствие, я не смог не помолиться, если ты не будешь стремиться читать. Твоя плоть, она будет только хотеть смотреть фильмы. Если ты не сделаешь, никто это не сделает. И так, что я делаю, я обликаюсь. Вот так я одеваюсь, я одеваю что-то. никогда у меня не было такого, чтобы приблизительно несколько тысяч человек смотрели, как я одеваюсь. Посмотрите, я сейчас совершенно по-другому выгляжу. А здесь написано, облекитесь в нового человека. и так наша цель не просто спастись, но также уподобляться Иисусу Христу. Иисус каждый день одевал этого нового обновления. И так церкви нужно обновление, нашей стране нужно обновление. И все начинается с каждого из нас. Мирские люди, неверующие, они не могут обновиться с Господом, но мы можем это сделать и принести в наш мир эту веру, которая в ней нуждается. Мы должны благословить свою землю, другой не может это сделать. Слава Иисусу Христу. Аминь. Вы можете встать все вместе, и прежде чем помолимся, давайте споем эту песню. Не спешите, пока не получите свое благословение. Аллилуйя. Господь, мы смотрим на тебя. Субтитры создавал DimaTorzok